В очередной раз доказано – Россия – государство-террорист. Ну и очередную межпалестинскую встречу рассчитываем провести в обозримом будущем при поддержке, конечно же, самих палестинцев и их арабских друзей. Арабские друзья, по версии российской власти, организации, признанные во всем мире террористическими. Мы пригласили всех палестинских представителей, всех политических сил, которые имеют свои позиции в разных странах, в том числе в Сирии и Ливане, других странах региона. Это от 12 до 14 организаций. В основном это, конечно, те, которые входят в состав Организации освобождения Палестины. Но есть некоторые структуры, которые не вошли пока еще. Это Хамас и исламский джихад. Сейчас мы тоже пригласили их. Михаил Богданов, заместитель главы МИД РФ. Для российской верхушки хорошо работает правило «враг моего врага – мой друг». Тем более они и сами годами активно используют террористические методы в войне с Украиной. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Это наши друзья знают об этом. Россия считает, что для нее важнее отношения с арабским миром, который в целом и в своей массе не считает Хамас террористическим. Для России это ничего не означает, кроме дипломатического давления и какого-то подстрекательства. То есть они ничего не теряют. Наоборот, получают некоторые симпатии арабского мира. Они делают то, что нравится глобальному югу в целом, пытаются сыграть на этих противоречиях, ну и точно так же иметь влияние на ресурсы, потому что у них есть хорошее довольно отношение с Саудовской Аравией, с Объединенными Арабскими Эмиратами. То есть они могут там снижать цены на нефть, могут повышать цены на нефть. У них есть военный контроль над некоторыми регионами. И не экономика единой. Палестинцы активно пополняют ряды наемников в российской армии. Даже сам Путин призывал этому способствовать. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Была информация о том, что из Сирии некоторые палестинские группы, а там довольно большая палестинская диаспора, они могут быть привлечены для ведения боевых действий. Также ходят слухи, что россияне тайно помогают Хамасу в войне с Израилем. Относительно оружия они пытаются быть осторожными, пытаются, чтобы лично российское оружие не было каким-то образом обнаружено. Но содействие в тренировке, в доктринах, в разведке, в финансах наверняка оказывается. Поэтому принимать террористов в столице и пожимать им руку для российских властей норма. Ведь именно они помогут России расширить влияние на Ближнем Востоке. В ближайшее время, судя по всему, на Ближнем Востоке все больше будет играть Иран, Китай и Россия, и все меньше Соединенные Штаты и в целом Запад. Даже та часть арабского сообщества, которая критически может относиться к России, она как бы в данном случае смотрит на нее как на такого ситуативного союзника. И сколько бы Путин не распинался, что терроризм процветает в Украине, действия его и его окружения говорят сами за себя. Те, кто применяет в отношении террористов двойные стандарты, используют их для достижения своих политических целей, ведет с ними преступный бизнес, играют с огнем. История показывает, что такие действия рано или поздно выйдут боком самим пособником. В одном он прав. Весь мир видит, кто на самом деле террорист и преступник. И очень скоро Путин и его верхушке придется отвечать за все содеянное. Субтитры сделал DimaTorzok